Выставка под названием «Человек на переломе» продолжает работу в Российском православном университете, посвященная трагическим событиям 1917-18 годов. Она напоминает о том моменте в истории российского государства и общества, после которого в стране началась совсем иная жизнь. Организаторы и авторы выставки рассчитывают на то, что восстановление реальной картины, событий нашего прошлого, может помочь нам лучше понять жизнь современной России. И Галина Ледвина расскажет о выставке в своем сюжете. Документы, фотографии, вещи, книги, периодические издания 1910-1920 годов. Экспозиция дает возможность всем, кто интересуется историей России, узнать многие забытые или не вошедшие в учебники события и факты этого переломного времени. Важно, конечно, извлечь рог из этого прошлого, понять, почему зло так разгулялось на нашей земле. Вот почему это право на бесчестие было воспринято многими, и как бесы разгулялись, как и предсказывал Достоевский. Увидеть, как противостояли злу разные силы, люди, какие позиции были, и какие позиции были наиболее достойны и действенны, потому что это актуально для нас сейчас. Рассчитана выставка прежде всего на читателя. В ней много текстов. Время показано через видение самих людей и их переживания. Интересные свидетельства участников событий, последовавших за Октябрьским переворотом. Представлены фрагменты из воспоминаний и дневников. Нам важно было показать, как конкретный человек пережил эти события перелома 1917 года. И пережил это как катастрофу, потому что это, в общем, несомненно, катастрофу России. И те нравственные выборы, которые совершал человек во время всех этих событий, это ставит и перед сегодняшним человеком все те же самые вопросы. Вопросы отношения к тому, что происходит в стране, к тому, что происходит в церкви. Значительная часть экспозиции посвящена церковной жизни того времени, ее оживлению после февральской революции, признанию священным синодом Временного правительства, подготовке и работе Поместного собора, а также последствиям взятия власти большевиками, когда священство и монашество оказалось в лагерях. Рассказывает выставка и о возникновении в стране общин и братств, которые стали на защиту христианской веры и православной церкви. Был собор 1917-1918 года, Поместный собор. И я считаю, что это как раз было то соборное действие, настоящее по противостоянию злу. Патриарх Тихон, он 1 февраля обратился к православным русским людям с воззванием о том, чтобы они этому злу противопоставили силу святого удушевления, создавая братские союзы. Выставка помогает зрителю составить собственное представление о том, как начала формироваться советская действительность. От 13 до 18 миллионов за этот год наша страна потеряла человека. Это лучшие люди нашей страны, в том числе и те, кто оказались беженцами. То есть это те, кого новая власть просто лишила прав, лишила дома, лишила доброго имени. И, конечно, для меня главное впечатление об этом разрушении. В завершении можно посмотреть созданный к выставке документальный фильм о восстании юнкеров в Москве в 1917 году, которые защищали Кремль. В Российском православном университете выставка «Человек на переломе» продлится до 20 ноября. Работает ежедневно, можно записаться на экскурсию. Все.